На сегодняшний день подписаны соглашения о возмещении с гражданами и об изъятии у них имущества. Изъятие имущества подразумевает изъятие квартир и изъятие земельного участка. То есть в одном соглашении прописано и изъятие всего имущества, и взамен его предоставление, возмещение. На сегодняшний день трое граждан подписали договоры, двое взяли их домой изучать. То есть сегодня вручено 5 соглашений. Там уже прописана сумма, люди с ней согласны? Сумма прописана, люди с суммой согласны. Либо завтра, либо в понедельник первое соглашение о возмещении мы пойдем сдавать в Росреестр. То есть право собственности перейдет на администрацию от граждан. После регистрации в Росреестре в течение 5 рабочих дней данной сделки мы начинаем подавать документы, и вернее подаем их в казначейство, и граждане получают сумму на счет. То есть в ноябре месяце 23 помещения, о которых мы говорили, в случае подписания всех документов гражданам получат деньги. А когда следующих пригласите? Следующих на следующей неделе пригласим. Люди приходят по одному. Люди приходят, например, у них не хватает ИНН, у них не хватает пенсионного свидетельства. Либо приносят на себя, на состав семьи не приносят. Мы их отправляем за документами. И соглашение будем подписывать теперь уже ежедневно. Ирина Ивановна, а вообще настроение людей сегодня не понимает, что любой вопрос они могут задать вам или любому другому специалисту отдела по собственному? Они их нам всегда и задавали. То есть у нас нет ни одного дня в текущем году, чтобы к нам не приходили граждане из 86 дома. Мне хотелось бы еще обратиться к гражданам. Вот к тем, с кем мы будем заключать 23 соглашения. Я сегодня уже говорила о том, что на многих жилых помещениях наложено обременение. Обременение в виде запрета от судебных приставов на действия по жилью и обременение от судебных органов. То есть мы гражданам говорили об этом, что они должны поработать со своими помещениями, поработать с задолженностью, ее ликвидировать. Либо если она у них там, по их мнению, образовалась незаконно, то есть они считают, что они не должны у судебных приставов снять обременение. На сегодняшний день больше 10 помещений из 23 с обременением. То есть мы понимаем ситуацию так, что когда гражданам придут деньги на счет, не могут быть списаны за долги. Этой ситуации допускать нельзя. Поэтому сегодня глава города дал задание, и мы обратились в отдел судебных приставов и в суд о том, чтобы были сняты обременения на момент проведения сделки, для того, чтобы граждане на счет смогли получить всю сумму. Это их сумма на единственное жилье. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы деньги были потрачены именно жилье. Они не были списаны.